Здарова, люди, с вами Соня Ильич, и вы на канале Сапико Энтертеймент, и сегодня у нас новая реакция на видео с канала Дни Пета Страшилки. И теперь я решила снимать в светлое время суток днём, потому что то, что происходит ночью, меня не очень устраивает. Вы вообще видели, что натворили эти двое? Нет? Идите на канал смотреть предыдущие видео, где Баку и Билл зачем-то пришли ко мне домой. Пришлось угонять книгой в башке. Впрочем, это всё неважно, так что переходим в релакс. Начинаем. Ну что, браслет реально работает? Не то слово. После того, как у меня появился этот браслет, всё пошло как по маслу. Везде, где можно было, я получила автомат. Ну а там, где не было автомата, мне попался билет, который я выучила. А можно мне тоже такой весёлый браслет? Мне кажется, его все хотят. Ну, круто же. В общем, сессию я закрыла. Теперь ношу его, ношу его не снимая. Мы рады за тебя, Соня. Я смотрю, я контрольная по геометрия. Боюсь, её страшно. Может, ты мне дашь браслет? Ну, не знаю. Вдруг он только на мне срабатывает. Ну и проверим. Действительно, что этот радиодемон? Действительно, всё отлично. Ничего странного не происходит. Какой-то непонятный демон из радио взял и просто так... От чистого сердца, от доброй души подарил браслет, который помогает сдать все экзамены. Мне кажется, что если у него таких браслетов много, у него в России будет хороший бизнес на тех, кто сейчас собирается сдавать ЕГЭ и АГЭ. Помогает просто так. Не верю. С чего ты решила, что он демон? Может, просто добрый дух, который решил мне помочь? Просто с трудом верится в такую доброту. Если он добрый, зачем он нас пугал? Девочки, вы слишком подозрительные. Надо иногда верить людям. Разве он человек? Вдруг он специально тебя задобрил, а потом книгу снова стащит? Ну, не знаю. Думаешь? Давай его... Ну, на самом деле, обычно примерно так и происходит, но мы все будем надеяться на лучшее. Но, судя по названию видео, на лучшее надеяться не стоит. Попроверим. Как? Сейчас молодой месяц. Прочитай заклятие неприкосновенности. Если ему не нужна книга, то окей, поверим ему. Хорошо. Если тебя это успокоит, давай. Так оно же вроде работает недолго. Если оно работает недолго, то там... Он может прийти через два дня, через неделю, через месяц и все-таки стырить книгу. Почему мы всегда так не делаем? Заклятие неприкосновенности работает недолго. И не всегда. А сейчас как раз подходящее время. Один раз лунный оборот, меняют стрелки быстрый ход. Заклятие времени коснись. Исчезни, а потом явись. Вау. Чёрная магия. Цыганские фокусы. Где радио? Может проверим? Хорошо. Оно в гардеробной. Действительно, вдруг он ещё всем браслетиков раздаст. На халяву. Чисто потому что он тоже против АГЭ и ЕГЭ, который... Погодите, если это дух или демон, или что-то такое, то, возможно, он был человеком, который не сдал ЕГЭ. И поэтому, когда он стал демоном, он сделал браслетики, которые помогают сдавать экзамены. Вот. Ну, здравствуй, душа моя! Как твои экзамены? Всё сдала? Да, я всё... А ты прям не знаешь! ...здала благодаря твоему браслету. Спасибо! Ой, да не за что! Мы же с тобой друзья, правда? Да. А ты помог бескорыстно? Тебе ничего не нужно? Вот так он сейчас прям и ответит. Ну почему же? Конечно, нужно! Что? Послушайте мои истории! А иначе кому же я их рассказываю? Ладно. Деточки, вы не против? Хорошо. Мужик, становись фикрайтером! Твои истории будут слушать... Ну, вернее, читать весь фикбук, и там будет такое количество отзывов. Кот, зачем ты дерёшь когтя в велосипед? Бывает. Замечательно! Вы такие славные! Представляете? Один мой друг рассказал мне такую странную историю. Однажды... Так у тебя есть друг, почему ты другу не рассказываешь истории? Рассказывайте историю друг другу! Весело! Он шёл по пустынной, тёмной улице и вдруг встретил милую маленькую девочку с воздушным шариком в руках. Она стояла к нему спиной и совершенно не шевелилась. На улице было очень холодно, а она была в одном платьице. Он решил ей помочь отвезти домой, но вдруг девочка поворачивается к нему, а на её лице ужасные кровавые шрамы. Что это было? Чем я занимаюсь? Кот, куда ты полез? Ладно, продолжим. Звук похожий на воздушный шарик. Может, этот звук был из радио? Конечно, из радио! Ну, как вам история? Какое реалистичное звуковое сопровождение. Звук Full HD. Этот, как он называется? 8D. Да. Занимательная. Ты любишь страшилки? Конечно! Кто их не любит? Вы ведь тоже их обожаете? Немного. Хотите ещё одну? Однажды шла по улице одна женщина, А была эта улица тёмная-притёмная. И вдруг увидела она, что из кустов вылезает зелёная рука. Испугалась женщина и побежала домой. Про эту руку ходили жуткие рассказы, что это была рука одного сторожа парка, который преследовал и душил людей, тех, кто поздно возвращались домой. А зелёная она потому, что он кустики подстригал. И сейчас надо придумать. В летнюю жару он подстригал... Кот, ты с ума сошёл? Я видео снимаю немножко. В летнюю жару он подстригал кусты парка. Пот слился с его рук, а кусочки листьев налипали на этот пот. И поэтому рука его стала зелёной и пушистой. Вся в листиках. Стала женщина в подъезд, поднялась на свой этаж. Стала открывать дверь, а ключ застрял. Но она всё же открыла дверь, забежала домой и вдруг услышала стук. Я тоже хотела постучать. Она открывает, а там зелёная рука. Что у меня на голове? Диана... Зелёная рука! У тебя на голове зелёная рука! Что? Меня кто-то потрогал. Кто? Зелёная рука. Это была чья-то рука. Алёна! Садовника, ой, сторожа. Зачем ты его выключила? Он же просил послушать истории. Сонь, он нас пугает. Я не верю в его добрые намерения. Я включу. Нет. Не смей. Сонь, правда, он пугает нас. Меня какая-то рука тронула. Вдруг это самое из истории. Да не бойтесь. Это была я. Я пошутила. Сонь, ну ты совсем уже ку-ку? Соня, у тебя есть третья длинная рука, которой ты досянулась через Алёну и достала Диану? По голове Это там Ничего себе там это расстояние Это была твоя рука? Ага, смешно, правда? Нет Ну и шуточки, Соня Я просто решила разрядить обстановку Давай радио, я не буду его включать Я, пожалуй, домой пойду Соня, а что значит браслеты? Может, все-таки одолжишь на тенек? Нет, Диана, к сожалению, не могу Жадность это плохо Почему? Мне он самой нужен Жадность, я бы сказала, очень плохо Ты ведь закрыл Жаденка Ох, жаденка Да-да-да-да Сама же сказала Ну, почти закрыла У меня завтра последний экзамен Что-то ты темнишь Давай-ка снимай браслет Вдруг он на тебя негативно действует Не сниму Даже не надейся Снимай Докажи, что не попала под действие чар Ничего я не собираюсь доказывать Значит, я тоже сейчас уйду Уходи Уходите обе Соня, ты чего? Идем, Диан У нее теперь новый друг А мы уже не нужны Верно, Соня? Угу У меня такие флэшбэки Из Видео с Аннабель Когда она Начала жить И играть с Аннабель А Настю послала далеко и надолго Славить, что у нее есть Кукла Если ее подруга, сестра Не хочет принимать Ее вместе с этой куклой То значит До свидания Что самое интересное С радио она разговаривает А Баку, с которой можно разговаривать Через книгу Как-то я не помню Чтобы она с ней много разговаривала В последнее время Ай-яй-яй Так нельзя с друзьями Аластер, прости Мы недослушали твои истории Ничего, дорогуша Я привык к такому отношению Они были неправы Я выгнала их Правильно Разве настоящие подруги Так поступают? Они недостойны общения с тобой Ты мой единственный друг Хоррэ подкатывать А то Они недостойны Дорогуша Красавица Так как это называется Позовите Баку Он с ним разберется А, видео про это и есть Спасибо, душа моя Вот душа его Что самое интересное Душа моя Со стороны демона Это звучит Несколько двусмысленно Что подразумевает Под собой То Что, видимо, она продала ему Душу за браслетик В котором можно писать экзамены Но я думаю, что многие Так поступили бы На ее месте Все Так хотелось бы тебя увидеть Но это же легко Закрой глаза И прикоснись к радио Че, закоротило все-таки Старое радио? Аккуратнее надо Наконец-то свобода Здравствуйте Блин, я не успела прокомментировать Ну ладно Только вылезли с свободой И в компьютер Мне кажется, они с Баку Подружились бы Безусловно Если бы они не были врагами Ну, наверное, они ими станут Я так думаю Здравствуй, Билл Так вот зачем ты приходил Конечно нет Я помню Просто ждал подходящего момента Кто бы сомневался Вот кто бы сомневался Ты должен уничтожить книгу снов Я обещал не убивать Баку Но ты-то не обещал Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Офигеть ты хайторожопой Где эта книга Она хранится у девчонки в ящике Там Ее тут нет Значит, еще лучше Офигеть ты наглый То есть он Перешел Ладно Алена, Соня явно что-то не так Я тоже в этом уверена Нужно все-таки попробовать снять с нее этот браслет Давай ты пойдешь и поговоришь с ней еще раз Вы же лучшие подруги Может он тебя послушает Да, ты права, я попробую А мне что делать? Стой тут, если меня долго не будет Беги мне на помощь Я обыскал все Ее нигде нет Значит переходим к плану Б Ты заставляешь девчонок вызвать Баку А затем Эта улыбочка, конечно, такая офигенно веселая Я даже не знаю, что сказать Кстати, а вы умеете говорить С такой улыбочкой, не изменяя выражение лица? А? Уничтожаешь девчонку вместе с ним Но как их заставить вызвать Баку? Нужно их хорошенько напугать Псих Соня, я пришла поговорить Человек играет в компьютер, вы шо не видите? О чём? Ты не обижайся, я была не права Ну послушай, ведь уже много раз у нас уже было такое, что мистические предметы оказывали на нас воздействие Вспомни, кольцо, заколку К чему ты клонишь? Если ты правда Соня, и тобой никто не управляет, то пожалуйста, сними браслет, хотя бы на несколько секунд Хорошо Смотри фокус Так не считается, положи на пол, или дай его мне Ну уж нет, украдёшь мой браслет и побежишь за лотерейными билетами Что, угадала? Нет, что ты, у меня и в мыслях не было, пока ты не сказал Я не собиралась этого делать Так я тебе и поверила, все хотят получить такую вещь, и ты не исключение Что ты несёшь, мы же подруги? Так что, этот номер не пройдёт, забудь Тогда я отберу у тебя его силой Фига ты, Ктулхарь Баку-пожиратель, с нами приди! Баку-пожиратель, с нами приди! Баку-пожиратель, с нами приди! Скучали без меня? Здравствуйте Блин, я даже не представляю Каждый раз, практически Баку встречается с словами Я пришёл, чтобы уничтожить тебя Блин, мне его реально уже жалко становится Я ему ещё и книжки по башке дала Как-то неудобно теперь это всё выглядит Хорай косплеить, бабадука! Ты по сравнению со мной Он реально Ктулха Мне просто интересно А на что он рассчитывал? На то, что Баку такой Ой, нет, не убивай меня, пожалуйста Я больше не буду На это он и рассчитывал? Типа, он надеялся Баку просто Лещей щупальцами нахлестать И надеялся, что, типа, Баку Скажет Не надо Не убивай меня И всё А Баку просто нахлестал ему лещей в ответ Я и Мы верим Мы верим Угу Пользователь вне зон действий сети Электрической сети Ха-ха-ха-ха-ха Ну-ну, сильнее Ловко я его победил Так А где реакция? Типа, Баку, Вау, ты молодец И всех нас спас, ура-ура Мы уже бежим заказывать тебе 10 килограмм пиццы И Канистру колы Этот Как это называется Вы знаете, вот эти машины, которые там с молоком Ли с чем еще ездят Вот, вот такую машину колы И пиццерию Пиццерию ему отдельно покупают Часики Часы Билла? Откуда они здесь? Отдали Подарили в обмен на браслетик Но они Вот, а они ему не понравились Вот И поэтому он их принес обратно Чтобы вместо них забрать Чего-нибудь Нравится мне все это? Да никому такое не понравится Доброе утро! Ребята А если вы соскучились по первому этажу И хотите узнать, что с ним То скоро в своем телеграм-канале Я буду выкладывать кружки Как там продвигается ремонт Так что вы Знаете, что делать Так что Откуда у тебя Книга снов? Так это мерч И футболка тоже А у меня тоже есть Во! У меня тоже есть книга снов Я тоже Я крутая! В общем Мне видео понравилось Особенно веселая анимация Билла Которого я бы убила И баг, у которого нужно За хорошее поведение Купить пиццерию И Огромную бочку Не, на самом деле Серьезно Если вдруг когда-нибудь Баку Снова сюда придет Надо будет Хотя бы как-то его Не знаю Порадовать что ли Зачем он вообще сюда пришел? Как вы думаете? А если вы не смотрели То, как он сюда пришел Заходите в описание Там несколько видео Того, как он Сидел у меня дома Ну, а на этом все Всем спасибо за просмотр И до встречи В новых видео Кстати, напишите в комментарии Если хотите, чтобы Я придумала для Баку Какой-нибудь подарок На случай, если он снова Ко мне придет Всем Пока!